Война 1812 года для большинства россиян не была ни народной и ни отечественной. А даже напротив, крепостные крестьяне увидели в этой войне шанс поквитаться со своими разлюбезными помещиками. Российская империя всегда была химерой. Не могло быть никакого народного национального патриотического движения на территории военных действий, где народ и правящий класс были настолько разными этнически. Простолюдины принадлежали к финно-угорским народам, испокон веков проживавшим на этих землях. А элита была частично тюркской, частично западноевропейской, преимущественно немецкой. А кроме этого, абсолютно арабское положение крестьянской массы совершенно не способствовало какому-либо патриотизму. Наоборот, измученные крестьяне встречали Наполеона как избавителя от рабства, связывая с ним надежды на облегчение своей тяжелой доли. Наполеон Бонапарт считал войну политической. Он ставил своей целью принуждение Александра I к миру и не более того. Ведь на протяжении всего восьми лет предыдущего периода «миролюбивая» в кавычках Россия трижды вступала в войны против Франции, далеко за пределами своей территории, в двух случаях являясь прямым их инициатором. А после того, как Александр I в 1812 сконцентрировал войска вблизи границ, трудно было предполагать, что Наполеон будет спокойно сидеть в Париже и ожидать нападения. Так что наиболее логичным действием для Наполеона стало нанесение упреждающего удара. Интересно, что русский царь Александр I очень надеялся в войне 1812 года воздействовать на патриотические и религиозные убеждения холопской массы Российской империи. Впрочем, совершенно без единого успеха. После призыва императора дать отпор врагу и собрать ополчение, из многих деревень вообще никто не пошел в это самое ополчение. Таких уклонистов было великое множество. Но ведь правда, как можно было убедить крестьян в том, что злобный враг стремится покорить Россию, а народ превратить в рабов, если крестьяне при русском царе и помещиках и так были превращены в рабов? Многочисленные данные, приводимые в работах советских и российских историков, свидетельствуют о том, что на самом деле в 1812 году царизм и крепостное крестьянство вели настоящую гражданскую войну. Говорить о широком народном партизанском движении против наполеоновской армии нет никаких оснований. Необходимо пояснить, что народное партизанское движение – это не что иное, как выдумка марксистской литературы, поскольку настоящие партизанские действия вели только армейские партии и летучие корпуса. Здесь и далее частично использованы материалы научной статьи профессора Попова «Социальная политика Наполеона в России 1812 года». Кстати, полный текст этой статьи есть на нашем Патреоне. Крестьяне на оккупированной территории были заняты в основном разграблением помещичьих усадеб и всяческой помощью французской армии. Русские крестьяне, по сути, становились ополченцами под знаменами Бонапарта. Некоторые крестьяне московской губернии заявляли, что они вольные, а другие – что они подданы Наполеона. Третьи – что они больше не принадлежат помещику, потому что Бонапарт в Москве, а стало быть, он их государь. В Волоколамском уезде крестьяне, обольщенные вредными внушениями неприятеля, вышли из повиновения своим помещикам, приказчикам и старостам. Бунтуя, крестьяне говорили, что отныне они принадлежат французам, поэтому повиноваться будут им, а не русским властям. Калужский губернатор Каверин писал императору. Внушение неприятеля в занятых им местах повсеместно между поселянами рассеиваемая, уверенность в непринадлежности более России и в неприкосновенности к ним власти помещиков могло поколебать их умы, отчего некоторые в Смоленской губернии способствовали неприятелю в отыскании фуража и сокрытых имуществ, а другие, сообщаясь с ним, попускались даже на грабительство господских домов. В 1812 году количество крестьянских выступлений увеличилось в три раза по сравнению с предшествующими годами. Это приращение произошло именно за счет затронутых войной губерний, откуда эвакуировались местные власти и помещики, и где крестьяне контактировали с солдатами Великой Наполеоновской армии, которая несла с собой свободный антикрепостнический дух. Большинство крестьянских выступлений пришло именно на прифронтовые губернии. Причем здесь крестьянское движение приняло самые ожесточенные формы. Грабежи и поджоги поместьй и магазинов, уничтожение помещиков и управляющих, вооруженное сопротивление властям, выдача помещиков противнику, сотрудничество с неприятельскими фуражирами и мародерами. В Юхновском уезде командир партизанской партии, небезызвестный Денис Давыдов с разрешения Кутузова расстрелял крестьян Никифорова и Мартынова. Дело в том, что Мартынов указал неприятельским мародерам, где что находилось в господском доме, и, соединясь с французами, придя в село Лосьмину, первой начал стрелять по казакам. Дыша изменою к отечеству, он указал им то место, где хранилось церковное имущество, и они, взломав крышу, забрали там лучшие вещи. По словам Давыдова, известными изменниками оказались дворовые люди отставного майора Семена Вишнева, которые, соединясь с французскими мародерами, прикончили господина своего. Даже советский историк Василий Бабкин признавал, что крестьяне в 1812 году вели борьбу одновременно с неприятелем и с местными помещиками. Они нападали на имение, забирали хлеб. Соответственно, в 1812 году и помещики больше опасались не французов, а бунта своих крепостных крестьян. В результате, как писал известнейший историк Евгений Торле, очень многие из помещиков просто убегали из своих деревень в столицы и в губернские города. Французские же военные власти, что любопытно, брали под свою защиту русских помещиков и выделяли специальные отряды для подавления крестьянских волнений. В речи, обращенной к Сенату 20 декабря 1812 года, Наполеон так объяснял свою позицию в отношении российской элиты. «Я мог бы поднять против нее большую часть ее собственного населения, провозгласив освобождение рабов. Но когда я узнал грубость нравов этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры, которая обрекла бы множество семейств на смерть, разграбление и самые страшные муки». По словам капитана Бадю, Наполеон заявил, что он мог бы использовать революционную армию в этой стране, но что он не захотел этого сделать по причине ужасных несчастий, которые стали бы результатом этого престоль варварском населении. Генерал Сигюр считал, что император потому отверг предложение отменить крепостное право, что у варварского народа и свобода варварская, и она превращалась в необузданную ужасную распущенность. Это показали раньше бывшие отдельные возмущения. Русские дворяне погибли бы, как колонисты на Сан-Доминго, во время восстания негров-рабов. Такое опасение взяло верх в мыслях Наполеона. Это выразилось в том, что он решил не стараться поднимать движение, которое он не в состоянии был бы урегулировать. Сигюр имел в виду возмущения, произошедшие в Витебской губернии, о которых пасторе писал. «В стране царил самый крайний беспорядок, распространяемый восстанием крестьян, убежденных, что свобода, о которой шла речь, состоит именно в безудержном произволе». Россияне чрезвычайно гордятся победой над Наполеоном. И совершенно зря. Никакой заслуги русских в этом нет. Получается, что Бонапарт просто пожалел российскую элиту и не отдал страну на растерзание крестьянских масс, жаждущих возмездия за свое рабство. Неважно, почему Наполеон это сделал – из деликатности, гуманистических побуждений или сословной солидарности с русским дворянством. Но именно это никому не нужное джентльменство было принято российской элитой за слабость. И в итоге в войне 1812 года проиграл не столько Наполеон, сколько все подневольное российское крестьянство, оставшееся еще на долгие годы под жестоким помещичьим гнетом. А ведь крестьяне уже стояли под знаменами Бонапарта и были готовы снести императора России Александра I со всем дворянским кодлом к чертовой бабушке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова